Действующие лица Первый старый большевик, он же следователь ОГПУ, второй старый большевик, он же начальник, третий, он же ассистент Зубов, четвертый, он же ассистент Дубов, пятый, он же доктор Донский, шестой, он же доктор Качалов, Мэнни Нэти, персонажа Романа Богданова «Красная звезда». Первый пролетарий, второй пролетарий. Так, темно? Не, нормально. Старушка. Песня. Штурами, что творится за горящими окнами. Заходит с одной стороны окна, с другой еще раз подпрыгивает, опять воровато оглядывается, поправляет шляпку и скрывается за углом дома. Из-за угла через некоторое время выворачивают двое, явно пролетарского происхождения и на веселье. Первый пролетарий показывает пальцем на окно. Гляди-ка, все труб вырежут. Не, вон и мертвяков оживляют. Проходящая мимо старушка-торговка шарахается в испуге и крестится. Пьяный пролетарий загораживает ей путь, пугает. Ща, бабоках хватит, да всю кровушку из нее выкачают. И выпьют. Из граненых стаканов. У-у-у, стаканчики граненые упали со стола. Тари-тари-тари-тари-тари-тари-тари-тари-тари-тари-тари. О, спустите, окаянные беси вас ухватим. Беги, бабка, беги, не на труси по дороге-то. Оба хохочут, огибают здания и уходят. Левый угол здания открывается, в то время как правый гаснет. Вестибюль института переливания крови. Травмный митинг. Гроб в спокойном почетный караул. Звучит травма в домах Шопена. Винки, травмные ленты и тому подобное. Все люди спиной к зрителю. Лицом только выступающий бухарин. Товарищи, Нас пришло сюда несколько человек, несколько старых большевиков. Мы пришли сюда прямо с пленума Центрального комитета нашей партии, чтобы сказать последнее прости Александру Александровичу Богдану. Он не был последние годы членом нашей партии. Он во многом, очень во многом расходился с ней. Всем известно, что наша партия, партия твердокаменных, как называли ее иронические либеральствующие буржуа, не знает принципиальных компромиссов, не делает трусливых и гнилых идейных уступок. И будучи партией бойцов, бойцов сурового и прекрасного времени, не отличается расслабляющей болью и слащавой сентиментальностью. Бухарчик заливается. Это он умеет, бухарский соловей. Он допоется. Да ты что, любимец партии. Поживем, увидим. Я пришел сюда, несмотря на наши разногласия, чтобы проститься с человеком, интеллектуальная фигура которого не может быть измерена обычными мерками. В лице Александра Александровича ушел в могилу человек, который по энциклопедичности своих знаний занимал исключительное место не только на территории нашего союза, но и среди крупнейших умов всех стран. Он оказал огромное влияние, стоит вспомнить один лишь краткий курс экономической науки, на целое поколение российской социал-демократии. И многие, и многие товарищи обязаны ему тем, что ступили они на революционный путь. Многие ступили, а сам соступил. Бухарчик Богданов. Его идеи о переливании крови покоились на необходимости своеобразного физиологического коллективизма, где отдельные сочеловеки смыкаются в общую физиологическую цепь и повышают тем самым жизнеспособность всех вместе и каждого в отдельности. Трагическая и прекрасная смерть Александра Александровича может быть использована его противниками, чтобы дискредитировать его самоотверженные опыты, чтобы придушить и прикончить самую идею переливания крови, чтобы положить могильный камень на дело, за которое умер этот мученик науки. Как могло случиться? Несоместилось. Были повторные, правда? Тогда почему? Ну, как бы 25. А то он боял? Нельзя позволить тупицам мелкого калибра, мещанам от науки и в теории, и в жизни, людям старых дорог, людям, которые никогда и ни при каких условиях не выдумывают пороха, использовать физическую смерть Богданова, чтобы умертвить и уничтожить значение его научного подвига. Не доучка, он и не мейки был вовсе. Он войну врачом. Лягушек-то резать умел тонкий ход от науки. Тот начитался романов, а этот написался. Его называли Красным Гамлетом. Скорее уж, Кровавым. От Халдамасова пришло письмо. Соболезнование. Благодарствие. Никакое большое, действительно большое, и действительно новое дело не бывает в Медвиске для его пионеров и зачинателей. И в области классовых битв, и в области труда, и в области науки люди, и при том лучшие люди, самые самоотверженные, самые храбрые, те, у которых горит мысль и пламенеет действенная страсть, нередко гибнут, чтобы осуществить заветную цель своей жизни, свою субъективно поставленную индивидуальную задачу, под которой трепещет объективная общественная сила, толкающая вперед и вперед. Это кажется флистером безумием, но это безумие есть на самом деле вершина человеческого сердца и ума. Богданов умер на посту. И самая смерть товарища Богданова есть прекрасный подвиг человека, который сознательно рисковал своей индивидуальной жизнью, чтобы дать могучий толчок развитию человеческого коллектива. Траворный марш Шопена, смена почетного караула, поток людей у гроба. Кабинет директора института Богданова, напоминающая нечто среднее между библиотекой и химической лабораторией. За столом с одной стороны сидят Богданов и Колдамасов, молодой человек лет 20, который во время разговора слегка подкашлял. Так вы пришли к нам за бессмертие, молодой человек? Нет, я хочу послужить науке. Студент? Студент-геофизик. Геофизик. Это что-то новое, не так ли? Я сам естественник, но когда учился, мы об этом не знали. За геофизикой будущее. Вот и послуживайте науке на избранном обществе. Хочется больше и лучше. Все целом. У вас чахолка? Нет, никогда не говорили. А почему же вы все время подкашлялите? Так, в горле першит. У вас чахолка, молодой человек. Нет, это от волнения. Волнуюсь, потому что вижу, гения, высветила. Вы перенесли, более десятка переливаем. Одиннадцать. Ну, так более десятка, это в газете написали, вот. Достает из кармана, свернутую в семеро кассету начинает разворачивать. Ваши эксперименты. Ваши эксперименты приведут к тому, что появится новая генерация советских людей. Новая, чистая, вечно молодая. А это значит что? А это значит, что при стареющих возможностях человеческий организм будет производить себе подобное. И народное население будет расти в геометрической прогрессии. А как быть со средствами существования? Это ведь сказал Мальтуф, да? Но ведь Маркс, Энгельс и Владимир Ильич доказали несостоятельность положения его теории. Ох, слишком уже поздно. Вот что, молодой человек, вам ведь нужно к сессии готовиться, не так ли? А вот после сессии давайте как нам бессмертие не обещаем, а вот ваш туберкулез и гоним. У меня нет никакого туберкулеза. Ну, тогда как угодно. Да не нужно ждать, я готов хоть сегодня. Сегодня уже не получится, и завтра тоже анализы, пробу, поиски донора. Все не так просто, молодой человек, особенно с донорством, особенно. Всего хорошего, жду вас успехов в сдаче экзаменов. Поднимается, давая понять, что разговор закончен. Колдамаса тоже поднимается, засовывает газету в карман и направляется в двери. Простите, но я буду честен. Вот удивительно, значит, до сих пор вылукавили. В чем же? Я хочу, чтобы мне сделали трансфузию до сессии. Да, именно до сессии, чтобы поднять уровень работоспособности, чтобы, чтобы... Сколько занятий вы прогуляли, молодой человек? Почти весь семестр. Неплохо для человека, желающего послушать науку в биофизике. Что ж, завтра приходите рано утром, возьмем у вас анализы. И обязательно натощак. Хотя, об этом вас можно и не предупреждать. Правый угол закрывается и погружается в темноту. Левый угол открывается. Одна из лабораторий, в ней двое. По-видимому, это пятый и шестой. Хотя сейчас их будем называть доктор Качалов и доктор Тонский. Меня вызывали. Хотят закрыть. Хотят окоротить. Коллега. Это одно и то же при нынешнем положении дела. Безонно. Но закрывать спустя год это безумие. Вот и передадут институту мозга через стенку по-соседски. Там архиважные исследования изучают мозг Ленина. После смерти? А как смотрит на все это наркомздрав? Когда-то он поддерживал идеи переливания крови. А наркомздрав теперь всецело занят гигиеной. Гигиенические подтяжки имени Симашкин. Говорят, трансфузия помогла Марии Ильиничне излечиться от неизлечимой болезни. Олега. Говорят, это не довод для медика. А болезнь потому и называется неизлечимой, потому что ее нельзя вылечить. Я в институте недавно меня перевели. Меня назначили, но Богданов назначил сам. Ему как-то вообще везло. Ва чем? О ренегатстве. Как удалось ему остаться на плаву после октября? За отступничество к уголовникам посадили. А это вам не царские тюрьмы, где политических держали отдельно, дабы чужие головы не мутили. Говорят, пытали. Да, говорят, тут я могу сослаться только на слухи. А потом вдруг сам Зержинский его посетил в тюрьме в Тюрьме и Женский. И после этого его отпустили. Да еще и институте. Дали, поздравить. Спятившему Дон Кихоту не учил. Хотя Зержинский при своей холодной голове был склонен к мистицизму, акутизму и прочей ересь. Но сам-то, так, но за лейтер уже бессмертие. Кому как, кому и ну-ка. Вот. Вечная Жирь, например. Дверь. Кто? Ходит женщина в белом калате. Это я, сестра Кобесорук. Это я, добрый вечер. Вечер добрый. Что вы здесь делаете, Анна Савичевна? Почему не пошли домой? Я с вами согласна. Кое о чем? Я все слышала. Не понимаю. Я все слышала. И что же вы хотите, уважаемая Анна Савичевна? Предателям революции неучим в советской науке нет места. Это ваш лозунг? Это мое кредо. Готовы повторные пробы? Да, повторные пробы показали полное совпадение, полную совместимость. Значит, двенадцатый эксперимент на себе двенадцать. Какая символическая цифра? Двенадцать не цифра, а число. Пусть так, все равно символично. Поповская символика. Значит, пробу совпали. Но очередное преливание за полтора года. Каков объем трансфузии? Первая трансфузия тысячи миллилитров, повторно еще столько же. Выдержит ли организм? Не выдержит. Чей организм не выдержит? Одного из двух. Который? Да все равно. Как это все равно? Два минус один все равно остается ноль. Операция назначена завтра на девять ноль ноль. Ноль ноль. Операцию проведете вы и доктор Качалов. Ассистировать будет Анна Савишна. Хорошо. И обойдемся без символики. Спокойной ночи. Уходим. Коллега, это не куман. Простите. Почему завтрашнюю трансфузию вы поручаете мне? Интересно, а комиссарок настоящая фамилия или революционный псевдоник? Думаю, настоящий комиссар слово старое чемомничает. Предок был каким-нибудь полицейским комиссаром. Так вы не ответили на вопросы. Смотрите, как интересно. Так революционно звучит. Так о чем вы меня спросили, коллега? Почему завтра мне проводить операцию? Потому что два минус один равно нулю. Это я уже слышал. Вы хорошо разбираетесь в словах, но не дружны с математикой. Математика тем хороша, что абстрактна. Все зависит от того, какие мы поставим на место чисел и ничем. Значит, два минус один это... Да. Левая половина закрывается, открывается правая. Больничная палата с двумя койками. На одной Багданов, на другой Калдамасов. Но ведь в спорах рождается истина. Разве не да? Что если истина? Я не знаю. Вот японцы пилат не знал. А, вы про это? Ах, Александр Александрович, зачем вам нужен был Бог для строительства нового мира? Вот, тектология ваша это великая вещь. Только не говорите, что прочитали все, не болели. Лгать не буду, не все прочел, некогда было. Но то, что прочел, вдохновил. Ну, очевидно, вам как геологу тектология напоминает о тектонике. Я геофизик. Это синтез двух наук. Геология и физики. А тектология шире. Сплав, сплав идей разных наук, за ней будущее. Что-то подобное я уже слышал. А? Да вам, батенька, грозит погрязнуть позитивизм. Но классификации позитивистов прекрасно ложатся на методологию естественных наук. А вы показали, что и на гуманитарные, и на науку наук тоже. Еще, уважаемый Лев Ильич, вас обвинят в империуманизме. Материализм и империокритицизм Ленина я тоже читал. Ничего не понял. Скажите, Александр Александрович, неужели Макс был так опасен для революции? Чем меньше величина, тем сильнее критика. Вы о ком? Вы знаете, кто такой Дюринг? Вроде нет. Постойте, знаю анти-Дюринг Энгельса. Это обязательно по университетской программе. Вот видите, и этот Дюринг предстоит перед вами одиозной личностью, философом первой руки и к тому же опасным, способным увести с правильного пути материализма. А на самом деле это ничтожный универсант, кажется, не слишком удачный учитель гимназии, разразившийся какой-то тоненькой брошюркой, на которую мало кто обратил внимание. Поражен, сражен, убит. Складывать руки на грудь. Ну, новый, юноши на пороге воскрешения и обновления. Да и я в свои 54 года избавлюсь от старых белков. А вот интересно, почему я, как вы сказали, омоложусь, если в меня валиют ваши старые белки? Это не важно. Моя кровь станет раздражителем для вашей, ваша для моей. Таким образом, количество красных кровяных телец увеличивается. О, да у вас совсем сонные глаза. Спокойной ночи, завтра. Вы все сами почувствуете. Укладывается на подушку. Оба погружаются в сон. Свет на половине Богданова гаснет. Около койки Колдамасова появляется Нэти. Персонаж Романа Богданова «Красная звезда». Вы хотели узнать, как можно возвращать молодых старика? Наоборот. Что обретет молодой после того, как ему перельют кровь пожилого? Слабая старческая преодолевается легко молодым организмом, а усваивается то, чего этому организму не хватает. Но если все так просто, то почему медицина так слабо пользуется этим средством? Потому что это результат господствующей психологии индивидуализма, которая так ограничивает одного человека от другого. Мысль о жизненном слиянии людей пока для ученых недоступна. Но из переливания крови делают только... Да, да, только в филантропических целях. Например, при потере крови от раны. У нас такое тоже практикуется, но постоянно применяется другое, то, что соответствует нашему строю жизни. Товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом состоянии. А где это у вас? На нашей красной звезде. На Марсе? Да. Неужели вы победили смертью болезнью? О нет! Несчастные случаи на производстве, нервное истощение, горе от потери близких. Кроме того, мы не препятствуем людям, которые решили сами уйти из жизни, а предоставляем им все средства бесполезной и спокойной смерти. Как? Вы поощряете самоубийц? Если сознание человека ясно и решение твердо, то какие могут быть препятствия? Часто это происходит? Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни притупляется, то многие предпочитают не ждать естественного конца. Но ведь переливание крови, вы же сами говорили об омолаживании, разве это не по нацелям? Марсиане всегда молоды и живут долго, в несколько раз дольше землян. Но в отличие от вас у нас нет произвола, поэтому мы не подвергаем никому насильственной трансфузии, ни донора, ни рецепиента. Все осуществляется на добровольной основе и по обоюдному согласию, иначе быть не может. Исчезает в темноте. Марс. Красный, красный. Кровь тоже красная. кровь как Марс. Марс как кровь. Свет гаснет. Левая сторона кабинета следователей ОГБУ. За сторон второй, только теперь он следователь. Напротив него комиссару. Это было самоубийство. Какое может быть самоубийство на операционном столе? Его отговаривали от трансфузии. Почему? Разные группы крови? Ну, обоих нулевая группа. Тогда почему? Колдамасов туберкулез. К тому же в его крови обнаружена латентная малярия. Было ли другой донат? Нет. Тогда почему вы говорите о самоубийстве? Это была двенадцатая трансфузия за четыре года. Риск выработки антител был слишком велик. Сколько можно проводить человеку переливаний? Вам лучше спросить у доктора. Я всего лишь сестра милосердия. Сестра милосердия? В операционной обнаружили пузырек с хлоратом калия. Как он туда попал? Не знаю. Возможно антисептик. Кто-то желал смерти Богданову? Это было самоубийство. Мы вернулись откуда начали? Я наблюдала за директором целый год. Вы следили за ним? Я операционная сестра. Я находилась все время рядом во время операции. А можно было найти другого донора? Директор изъявил желание сам произвести эту трансфузию. было самоубийство. Как это сочетается с главными задачами института, который открыл сам товарищ Сталин? Он выручил товарищу Богданову руководство этим институтом. Институт должен был проводить опыты, которые привели бы к созданию новой социалистической генерации людей, потом к бессмертию человека, а потом и оживлению величайших людей, которые ушли от нас непростительно рано. Вы мне говорите о самоубийстве. Почему в операционной был хворот калия? Я знаю, какие задачи стоят перед институтом. Я верю в советскую науку и в курс, который держит наша большевистская партия. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Но Богданов давно не с нами. Он отступник, ренегат, последователь Маха и Спенсера. Какая успела два года отучиться на бестужевских курсах. Понятно. Но что с куларатом калия? Самоубийство директора это правильный шаг. Он правильно пришел к этой мысли. Ну с чего вы взяли? Фридо покончил с собой. Кто это? Это рассказ праздник бессмертия. Где вы читали? Когда училась на курсах. И что в нем? Герой приклинает обретенное бессмертие человечества и прибегает к самоубийству. Это мелко. Это ничтожно и буржуазно. Наша цель иная и мы еще не готовы отмечать праздник бессмертия. Директор отрекся от этой идеи. Я всегда его считала чуждым нашим идеалом. ВКПБ одобрило его замыслы. Ему дали возможность развивать его идеи о вечной молодости и бессмертии. А он теперь от них отказывается. За ним стояли нарком здрав Симашка Красина Анатолий Васильевич Луна Чарст По родственному. Он ему шурит. Большевики не терпят кумовства товарищ комиссарук. Запомнила. А ты не расспрашиваю. Это вы ввели барданову калия хлорат? Я ничего не вводила. Вы отрели кровь. Это невозможно при трансфузии. А Голдамасов пошел на поправку. Вам велели отравить лекарства? Из раскур или что там еще? Кто? Мне никто ничего не велел. Кто приказал? Доктор Донский? Это было самоубийство. Вы убили товарища Богданова. Вас расстреляют. И партия совершит большую ошибку. Кто велел отравить хлоратом калия? Донский? Да? Донский? 12-й эксперимент оказался неудачным. Директор Богданов добровольно пошел на него. Это было самоубийство как Фриде. Вашему упорству можно позавидовать. Партия научила меня стойкости. Вы не стойкая, вы твердолобая. Я больше ничего не знаю. Сознайтесь. Вы не любили товарища Богданова? Да, я не любила директора. Больше я его ненавидела. Чем была вызвана такая нервиссть? Я уже говорила, он предал интерес революции. Но ведь не только за это, ну? Не только. За что еще? Он бессовестный лжец и хвостун. В чем это выражалось? Он любил всем рассказывать, как частно на капре играл с Владимиром Ильичом в шахматы и всегда у него выигрывал. И все? Все? Ну что ж, у вас еще есть время подумать. До расстрела? До следующего раза. Комиссарук выходит, в кабинет входит Слово о Донском? Кремень. А как быть с хлоратом калия? Пока никак. Хлорат и хлорат. В толк не возьмем. Кому мешал вода. Испалить туда бы ушел. Зрызгался по себе в кровушке. Луночарскому переливал. Красину тоже. Красин номер. В Лондоне. А переливание что ли? Анемия. Малокровие. Крови у него было мало. А почему? Может этот вампир из него крови выкачал? Кто знает живем увидим. Правая сторона. Кабинет доктора Донского. Который напоминает еще и директорский кабинет Богданова. В кабинете доктор Донский и доктор Качалов. Мне звонили. Обошлось? Да. А вы голубчик негодяй. Какой вы негодяй одна. Объяснитесь. Напугали женщину вертолетовой солью. Пришла она совершенно ко мне даже слезу пустила. Не убийца я говорит. Трудно мне представить ее в слезах. А вертолетка то уж отказались от нее как антисептика. Под руку случайно попалась? Ах вы мой золотой под руку. А случайно не в руку? Я не убийца а врач врач экспериментатор. Мне нужна частота эксперимента. К тому же после первой трансфузии стало ясно что повторной уже не будет. На ваше счастье. 2 минус 1 колдомасов удовлетворительном состоянии судя по письму. Вы правильно считали? Абсолютно. А что будет с конецорук? Уволен разумеется. Можно конечно с волчьим билетом. Она толковая медсестра хотя и фанатичка. Большевичка доктор Качалов. Вы правы конечно она может понадобиться может не только как медсестра. Женщина она твердокаменная хотя с родственниками и не безупречна. Дайте ее характеристику нашим соседям в институт мозга. Эй куда охватили? Вы же понимаете что это стратегически важный объект. Кстати и мы им становимся нынче тоже. Неужели мы продолжим богдановские фантазии? Кого теперь мы станем укладывать на операционные столы? Рабочих пропоезд? Туберкулезников? Где найти доноров? Народ истощен болеет. что за разговоры? Я в детском народе вы же хотите еще здесь работать. Кстати вы читали протокол вскрытия? Профессор Кончаловский при аутопсии тел отметил что причиной смерти стал гемолиз напоминающий отравление бертолетовой солью. Ну как? Вот вам и ваша чистота эксперимента доктор Качалов. Вы правы доктор Донский 2 минус 1 всегда по вашему токе. Бесспорно. Левая сторона закрывается. Середина сцены. Боничная палата с одной койкой на которой лежит полузабытье Богданов. По обеим сторонам койки 3 и 4 которых назовем ассистентовы Зубовым и Дубовым. Рвоты не было. Это хорошо. Желтушность кожных покровов увеличивается. Мочи спускания скудные. Почки похоже отказывают. Должен выдержать. Должен. Лихорадка прошла. Температура субфибрильная держится больше недели. Две недели после трансфузии. А как проходили остальные? При мне только две. Прошли значительно легче. Прощупали путь печени. Увеличены сильно. Пальпации не нужно. Отодвигая простыню снова Богданова. Нет. Не показалось. Кожные кровоизлияния. Преградите меня разглядывать это бесстеремонно. Я пока еще ваш директор. Александр Александрович вам лучше? Гораздо лучше. Что с Калдамасовым? Выписан направлен в туберкулезный санаторий. хорошо. Все хорошо. 12 эксперимент прошел удачи. Больше не Александр Александрович. Все только начинается молодые коллеги. Все впереди. Катастрофическое увеличение кожного кровоизлияния. Померяем давление. Ну что же давайте давайте пытается приподняться от подушки но тут его перекашивает судорога он падает на подушку и начинается биться в припадки. Что это? Что это? Экламстический припадок скорее держи голову. Это конец? Или кома? Затемнение. Свет выхватывает стоящего у кровати Мэнни персонажа колонизация Венера синтеза белка новых средств добровольного ухода из жизни. Попрочем. Наши планы всегда осуществляются Ленни. Мы идеальное высокоразвитое общество. Да. Без классов, без сословий, без полов. И вам есть к чему стремиться. Красная звезда видна с земли невооруженным глазом. Да. Как говорится образец всегда перед глазами. Но как же давно это было. Очень давно. Даже я не помню когда. В этой утопе была моя мира, но она улетела куда-то. Может на Венеру? Венеру колонизировать мы вам не позволим. Ее радиоресурсы теперь целиком принадлежат нам. И делить с вами сферы влияния тоже не намерены. Иначе выбора теперь не будет. Да. Война миров. Знаешь, очень бы не хотелось. Когда-то ты совершил убийство, чтобы спасти свою планету от уничтожения марсианами. Я тогда встал на твою сторону. Теперь на твоей планете убивают тебя, Лэнни, и никто тебе не поможет. Доктор Вернер больше не придет на помощь. Махмани, ты не знаешь. Доктор Вернер, это я и есть? Это очень странно и невозможно. Помнишь, когда я учил марсианский язык, ты очень удивлялся, почему слова, называющие предметы, лиц, качества и свойства изменяются по временам. различия, чем между человеком, который живет, и тем, который помнит. Вы прибавляете разные мелочишки суффиксов и флексия, а мы называем его одинаково. Я Лени, я Доктор Вернер, я Малиновский, наконец, я Богданов. Некоторые из них умерли, некоторые еще живы. А это все я. Да, у вас на земле много языков и много форм. У нас много форм одного всеобщего языка, и мы прекрасны и однозначно понимаем друг друга. Нет ничего более скучного и однообразного, чем единый язык планеты. Без просторечного выговора горожан, ядреной деревенской речи, без сухости официальных сообщений, разноданности, дворовой беседы. Различие языков на земле помогало развитию мышления. это привело к развитию философской мысли, развитию жанров литературы. У нас тоже есть литература. Трагедии, на которых я зевал, скучные стихи, твердо подчиняющиеся ритму и рифму и подобные таблицы умножения. Когда-то я поддержал тебя вопреки марсианской морали. Теперь ты говоришь о моей планете неуважительно. Я марсианин и не должен слушать оскорбления в свой адрес. знакомство, сотрудничество, дружба. Их нет. Я понимаю. Ты прибавил к этим словам суффикс прошедшего времени. И ты умрешь. Я умру, но все равно это буду я, Лени, Вернер, Малиновский, Богданов. Без всяких добавочных букв и слогов. Прощай, мои. Все погружается в темноту, но теперь освещается изголовье кровати, за которым стоит Нэнти. Значит, я умираю? Нет, Лени, жизнь перед нами. Почему-то очень больно везде. Это просто приступ. Приступ смертельной боли. Но он пройдет. Вот уже прошел. Будь спокоен. Никакая смерть не станет никогда ни между нами, ни на пути к нашей великой общей цели. Мы достигнем ее, мой Ленни. Вытягивает свои руки над изголовьем, Богданов с трудом поднимает руки, чтобы коснуться ее рук. Я забираю тебя, мой Ленни. Я забираю тебя. Вся сцена освещается кровавым красным светом. Волос диктор. В 1973 году в возрасте 66 лет ушел на пенсию с поста заведующего лабораторией западно-сибирского НИИ гидрометеорологии Лев Ильич Колдамасов. Есть сведения, что в 1983 году он был жив и здоров. Продолжение следует...